о привет здрасьте как настроение лучше всех это прекрасно то ищем пока ищем такой целью общаться жажда общения с русским миром жажда общения лежат тролли тролли троллинга так почему считают что я тролль какой-то не понимаю задаю простые вопросы то что у людей от этих вопросов подгорает я тут причем но задаю простого хорошего в россии у тебя спрашиваю хорошо в россии то ты тролляка фу что хорошего как ты смеешь такое спрашивать у россии блин да вот я не знаю ну скажи что хорошего россии думала чего родина земля родина и земля это знаешь это могила могила дедов и твоя могила это жесть это и тут это такая тоска в этих в этом ну блин ребята ну хорошо ладно я даже не знаю спросить после этого шоу после этой тоски ну вы понимаете что вообще как бы шушу впереди ладно что в будущем у россии уж как как будут будет развиваться россия по твоему мнению я не знаю я не аналитик чтобы судить как будет развиваться а что только аналитики могут судить но ты живешь смотри ты живешь в этой стране ты видишь есть президент он выглядит не как президента выглядит как диктатор и выглядит как вообще что он никогда не уйдет пока не умрет сам сам своим собственной смертью то есть этого он может еще там 40 лет еще праве там не знаю сколько там его продержат на сути тоталитарное общество все ну там законы вводятся такие которые только свободы ущемляют какие-то как ну ты можешь как-то предполагать к чему это все ведет ну почему к рабству народа не вы уже в рабстве куда же еще больше не таком раб к истерплению потому что много ртов кормить рабы ты же пойми с одной стороны это радость что не могут работать бесплатно с другой стороны их надо кормить в россии столько не нужно как в крыму почему там сейчас стараются чтоб как можно больше людей выехал оттуда потому что на военной базе гражданским не хер шарится крым это российская военная база и вот час максимально максимально вытесняют чтоб там сибирь поехали осваивать где мало людей где нужно переселить ну правильно они говорят что китай захватил почему сейчас шандарахнула в челябинске да ну не сейчас пару месяцев назад вот этот выброс завод маяк всем по барабану абсолютной ну фактически ядерное ну загрязнение радиоактивными веществами очень серьезными ты даже не слышат она перестань ты чем видать не задавался целью я не смотрю и они не лазят так ты так уже когда вырастет у тебя хвост уже будет поздно смотреть сми ну почему сразу ну потому что не ну это условно ну я имею ввиду ну радиационное облучение это повышенные шансы развития онкологии всевозможность раковые опухоли это все равно что хвост у тебя начнет расти я понимаю мы и так от чернобыля страдаем вот так мы были чернобыль это понимать чернобыль это был черт киде он россию не задел так как наш регион очень задел и даже чернобыльские людям выплачивать так что у меня при том что наше руководство так ты шел беларуси беларусь больше всего задел почему белару белародская область белародская воронеж не подоживите ветер сдул в сторону беларуси и вообще загрязнения там в той стороне и они не очень много онкологических заболеваний именно нашим период вот так что я даже не дам никому спорить ну может быть так говорят странно вашем регионе в москве говорят вашем регионе должны всем платить чернобыльский а у нас только пол даже это десятая часть области оплачивается чернобыльский остальным не платить хотя даже в москве знают как распространилась я понял это видео попадет в youtube да может передать привет не я никому не хочу передавать привет вот я надеюсь просто из наших соотечественников меня поддержит и поверят это все просто очень обидно я недавно узнал что москва уверена что нам всему региону уплачивать чернобыль они знают прекрасно что ты поймешь что сейчас денег нету вообще в стране какие чернобыльские вы забывайте вообще выплатах сейчас будут только брать больше больше налогов сейчас не будет никаким ну о чем ты говоришь ну не знаю пока у меня здорово не берут вот у меня у моей семьи не берут как было такие есть единственное что да зарплата не прибавляется инвестиция там мизерная 10-15 процентов ну ты мне же не надо говорить тебе что в долларах вы потеряли пол зарплаты уже если у доллары взять но мы же не долларах рассчитывать но вы это в страну но рубашка которая на тебе надет она за доллары куплена за рубежом если скажешь она пошита в россии то тут ткань которую она тоже за доллары куплен чай который типе даже чай ты пьешь он россии плохо растет ты же понимаешь это индийский чай он не покупается там пачка чая большой мешок как стоил 100 долларов так и стоит только раньше 100 долларов это было для тебя три тысячи рублей а сейчас тебе надо шесть тысяч рублей вот тут вся вода ты ты когда-нибудь давал присягу нет кому нибудь чему нибудь никому не давал а присягам первым делом звучит солдат должен терпеть все тягостые тягости невзгоды решения и тому подобное то есть ты знаешь секунду ты хоть сказать что россияне все когда рождаются дают присягу быть россиянином жить в дерьме и это все терпеть да я я не за не за всех говорю я говорю за себя что я единственное что надо установить рамки какие ценности за которые я готов терпеть эти тягости ну как за путина да почему прям за путина я за свой народ не так как не надо не так не смотри если ты терпел тяготы тяготы и народу стало легче тут согласен а если вы терпели терпели тяготы а потом стало еще хуже то вы это как конечно безрезультатно надо что-то менять чай чай другой надо пить местного разлива какой-то чай москва с мха сможжевельника полезно что-то ягоды собирать начинать привыкать места разведать но что потом народ как ломанется весь ты смакуй чай потому что блин скоро индийского не будет уже перестань стебаться я знаю что я пью и мне на это я просто что значит и бац а ты застал ссср чуть-чуть но ребенком застал же ждать но ты помнишь каком в какой нищете жили родители наши вообще а и нет да конечно звезд небес не хватали но жили неплохо ну в чем это неплохо отражалось скажи какая машина была в семье москвич 412 но 2140 это тебя уже по новей что ли который был 412 выпускают этот москве ну ну машина была не не запорожье что все можно было купить все что хотелось обувка у тебя была одежка всегда рано или за старшими если были старшие братья донашь вал нет почему у меня мама работала заведующий магазине поэтому там нормально я просто хочу задать соответствующий вопрос хочу украине не так было нет также вам абсолютно абсолютно нет не в смысле нищета нищета была такая же да было сложно что-то достать нищетой было сложно достать все потому что я я постоянно страдал тоже не было обуви элементарно детской я постоянно там ходил чем-то в таком я не знаю что моим моя мама работала на мясокомбинате полтавском вся колбаса все сырокопченые продукты все шарашилась на москву на россию тут ничего нельзя было купить знаешь мясо на базаре нельзя было мясо купить может это были кости какие-то там не знаю корова взорванная танком такое она выглядела страшно у нас городе была птицефабрика поэтому этим проблем не было птица была всегда ты помнишь советские жевачки вообще мятная такая жевачка было офигенно кофейные мятные которая ломала зубы сразу если ты пытался разжевать как стекло такого цвета показатель по жевачке мы будем я тебе все рассказы просто как запомнил эту жизнь а потом ну как это вообще все выглядело это жуть же просто ты знаешь мне один человек сейчас и пробит сказал так что жарит твои такие герои так называя они что же за квартиру поменяли родину так получается когда я рассказал что на город приезжали наш городок на предприятие на наше по распределению приезжали и знала и из ну из казахстана узбекистана многие приезжали им давали квартиры первым делом о и мне сказали а что вот это вот люди свою родину ту родину малую родину поменяли значит на квартиры в россии да и как они вот могли да блин вот советский союз так жил и так дал так нет и подожди ты это и не путали поди о том что квартиры они не были частные давали квартиру это были ведомственные все квартиры ты должен понимать прекрати я тебе ты говоришь издалека я говорю это в моем городе чем это так смысле в любом городе ссср были только ведомственные квартиры они стали частными только благодаря тому что совок развалился только тогда люди смогли возможность получили в приватизировать свою квартиру чем ты говоришь ну вот ты же маленький был когда все это было а я тебе расскажу как люди поступали на город приезжали в месяц два отрабатывали получали квартиры реально дома строились примут со страшной скоростью монолит и и сплит строились вот и получали квартиры и через два месяца переходили на другое предприятие которое более прибыльная квартира оставались за ними а те кто вытерпел те увеличили жилплощадь то есть с однушек двушки слушать трешки вот сейчас таких у нас по наехавших до хера и больше это ты мне кажется воспоминал вспоминаешь уже не ссср а после советское время уже перестроечные перестали давать перестроечное время квартиры перестали давать перестроечное время стали долевое и сейчас на сегодняшний день опять возродили строительство жилплощади но уже застройщик подрядчик посторонний подожди секунду ты понимаешь что в ссср не было самого простейшего не было туалетной бумаги например помнишь есть даже фильмах бегает вот такой веревка и на нее так рулоны туалетной бумаги навешаны не было же прокладок женских гигиенических прокладок тупо не было они нужны каждый каждый месяц они против новый принес нам цивилизованные так я тебе объясняю в то время когда я еще блин бегал боссы и ел эти проклятые жвачки блин тогда уже во всем мире были микроволновки стиральные машины кондиционеры в машинах там все что хочешь врага ты помнишь кучу причина в тоталитарном обществе причина в том что я я повторил уже этот пример что гагарин лет полетел уже в космос его отправили а туалетной бумаги еще не было туалетная бумага появилась через 10 лет только в ссср после полет когда купили первые две бумагоделательные машины специально это народ не хотел туалетную бумагу брать пока их силы не заставили пока не выпустили несколько фильмов и не раздал не начали раздавать через профсоюзные заставлять эту бумагу брать еще все привыкли лопухом вытираться по туалетной бумаге мы чё будем судить как как лучше жилось или хуже туалетная бумага не показатель а что показать показатель показатель гордиться тем что гагарин полетел с ним этой жопой вот это показатель для тебя вот зато мытая жопа блина бедная молдова мытая жопа от нищая молдова или я неправду говорю нищий таджикистан узбекистан нищие таджикистан выживает за счет наркоты которую с афгана гонит о не так я не знаю за таджикистан я говорю за украину например но украина украина всегда была ближе всех европе была польша из польши тащили все что могли и украина когда при ссср тащили когда уже развалилась тогда да жевачки возили из польши это да а так возили в польшу наоборот потому что наш завод электромотор тут у нас есть то брали двигатели не знаю воровали чипа или покупали везли на польшу эти двигатели продавали больше не могла себе я не знаю но я тебе говорю как было и полка вот то есть получается мы несчастные таки не молитве туалетную бумагу сделать я тебе я тебе объясняю могли сделать если бы не тратили эти деньги но на которые можно было бы это не тратили на всякую непотребность ненужную всякие понты сейчас там показывают какие-то на камчатке подземные комплексы военные заброшенные на вот эти ядерные боеголовки блин на кучу там помощь всяким братским странам там то гэс строили то аэс то еще что-то потом нафиг и послали ссср эти все братья голожопы население точно так как сейчас россии в россии население живет в дерьмище зато каждый день тратится на войну в силе сейчас сбили по станции этот 25 су-25 модернизированный сбили сколько он стоит миллионов долларов сколько можно было за эти деньги там построить я просто вот к чему говорю о ты скажи мне если бы этот су-25 не построили его бы не сбили ты думаешь эти деньги попали по населению поверь мне они никогда не купали нас нет если население не было не вело себя так как овощи не рассказывала мне у тут шума ничего не решаем и ничего не знаем насколько нам сколько крошечек упала с барского стола мы там и радуемся а один новую провели майдан вы добились того что теперь перераспределение среди населения средств или ты мне сейчас будешь говорить что средства тратятся на войну но если все нет я не буду подожди не надо за меня отвечать я тебе говорю что у нас еще процесс изменения идет самый дан это только отправная . поворот это просто ты стоял стороной к болоту и вот ты просто развернулся стороной к лесу да к лесу передам мудак задом и вот и только начал свой путь понимаешь поэтому майдан не решал что это майдан это волшебная палочка какая-то или что вы считаете это просто шанс вырваться из болота это не шансов стряска народа ты хочешь ну и стряска до национального осознание все остальное но это нужно было понимаешь да я не против 25 миллионов долларов стоит такой самолет мне подсказывает за 25 миллионов долларов как ты думаешь что можно было построить онкологический центр например вашем вот этом селе где у вас вы считаете себя чернобыльцами какой-то на здоровление какой-то вас отправить и писать целый город можно было отправить сколько у вас населения там 70000 70000 так подожди я просто специально хочу посчитать так 25 это сколько раз два три 4 5 6 0 разделить на 70 1 2 3 по 357 долларов это на каждого из вас можно было раздать на каждого жителя путевка в какой-то санаторий ну на семью этот считай на семью тысячу долларов до штука бакса можно поехать где-то в ближнее зарубежье отдохнуть спокойно всем всему городу тупо весь город собирается едет только за один самолет это мы не считаем это просто сам самолета вооружение которое у него со сколько он сбрасывал на этот город представь себе а он говорит вообще 50 миллионов стоит какие 200 миллионов долларов подожди 50 миллионов долларов то есть еще больше вообще по 600 баксов на рыб таким образом стоимость одного самолета составляет 201 и 2 миллиона долларов общем по оценке пентагона по мере налаживания 25 модификации не но не 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 подожди это что смотришь цену продажи а себестоимость его ну я думаю что где-то ну него все равно ну какая разница что можно подумать разница что 50 миллионов 200 миллионов тебе все равно не дадут из я не привык считаю рожьих карманов а это чужие это вот как блин это идеальный вообще ты считаешь что это нет ни твои деньги это не народные деньги и бюджетные деньги они не по моим местам такие деньги или ты хочешь сказать что ты что-то изменил так что у вас в украине деньги которые пошли по карманам сейчас распределяются по народу нет сейчас сейчас не распределяются но у нас есть шанс добиться то чтобы распределялись так как нужно у нас есть шанс глядя на вас повторить вашу ваш поступок каким образом интересно си сидя и рассказывая здесь что вы ничего не решаете или как вот это ты самого рождения на майдане стоят нет вообще и общение вот тем более так же когда-то когда мы увидим изменения мы тоже самое сделаем не исключено что мне кажется вы прямо вот когда уже все будете сидеть на бутылках вы прямо так на бутылках и поскачете на майдан на свой вот и на бутылках я лично не сижу на бутылке не надо мне рассказывать но это фигурально просто просто вы ваша свобода слова сидит на бутылке в россии вот как-то так я не пойму в чем она заключается свобода слова и чем она сидит на бутылке почему в том что ее загнали уже туда законами 282 статья вот это за репосты пакет яровой да и вообще люди боятся слова сказать его стране да нет как на единственное что я разговаривал также спать также сама спрашивает а как вот вы можете ли провести провести митинги да можем единственное условие приди в администрацию заявил о том какого-то какого-то числа вы таким-то количеством примерно будете проводить митинги поддержку или протест и все туда подъедет сми подъедет полиция ты реально пытался знаешь как это бывает ты приходишь что это все пишут они говорят ребята можно но не а там где вы хотите а за городом а там на пустыре а там проводите сколько хотите хорошо подожди давай давай проведем эксперимент предлагаю давай так ты сделаешь митинг в поддержку путина поддержку путина пойдешь областной администрации скажешь я хочу провести митинг поддержку путина на центральной площади вашего города там небольшого и расскажешь как тебе разрешили это сделать я скажу я не пойду потому что мне некогда есть у меня куча проблем к на бутылке жна кто-то же должен сидеть конечно я понялась я буду начинать никогда а когда он будет блин погоди не перебивай не перебивай манера у тебя дурац вот я тебе хочу сказать у меня сейчас как раз в администрации решается вопрос земельный мне нельзя там просто скажу что пять лет назад мы были на митинге поддержку одного это никто нас не гонял не 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 закрывал ничего хотя этот депутат по по своим там линиям властным по чиновничьим он на косячи он был именно интересен потому что он отставил интересы народ и нас могли разогнать никто никого не разогнать у этого депутата вышли ну и конечно нас просто на нас кер положили то что мы там вас даже не воспринимают серьез ты понял ну вас тоже не сразу принимали ясно правильно я не пойму зачем тебе земля если скоро вам и так выдадут каждому в бараке у вас будет своя земля ну поверь мне это не суть важно тебе все равно этот вопрос не интересен а чё там доказывать объяснять что твои слова это заблуждение я не собираю зная тебя немного о видеороликам я понял что тобой спорить бесполезно доказано да ты все равно будешь на свое вот ты убежденный я даже не буду говорить там упорот или еще что-то на языке вверх ты убежденный переубеждать тебя ну смысла нету равносильно тому что как стоять дерево объяснять что она должна быть квадратом они кругу а ну ты растет таки твои убеждения не стремлюсь переубедить тебя ты однажды поймешь что где-то ты был неправ это прав ну ты я смотрю по такой утром стану блин вот это я был зря свободным украинцам быть плохо надо лучше быть сидеть но сидеть не будем на бутылке лучше быть крепостным как в россии боятся слова сказать и и и надеяться шел путин какую-то даст копеечку нам как чернобыльцам ты знаешь я не надеюсь я пока есть здоровье я зарабатываю зарабатываю неплохо мне хватает ладно мне мы удачи вам вашей работе видишь я но с тобой пообщаться потому что так вот и пообщались да не последний наш ролик был если ты помнишь ты его назвал зажиточный чего там какой-то рута зажиточный великоросс и надо мной тут потру него и все это же не это же я те этаж про 40 тысяч долларов мы с тобой общались 36 36 тысяч долларов все запомнили эту цифру тогда на данный момент эта цифра уже выросла я тебе напоминаю уже не 36 тысяч долларов ты потерял мне так сегодня даже в автобусе едем на работу проходной до цепи меня подъем будет так таки тебя узнали там да на видосе так они по одноклассникам распространяются ну говнюки секунду секунду подожди ты главное говори они смеются себя не с тебя поскольку у них на каждом из них висит эта сумма ты это был просто как представители тоже не ты один потерял они все потеряли так же как и ты чем больше у них зарплаты тем больше не потеряли ты им должен это объяснять вот поэтому пусть смеются сами себя но я их немножко по другой линии я им говорю вы вообще и даже так не смогли да я на пол россии уже прославился до покер но я говорю вы например даже так не сможете один да я бы его заговорил бы раз говорил бы что у меня не заткнул выходи в чат рулетку что ты говорю пообщайся с человек я если ты не заметил я не стремился хамить хотя срывал на маты там и на тому подобное это я говорю потому что я ну не ну ты был немножко выпивший сейчас что ты трезвый ходишь все время естественно нет я положительно влияю на людей все таки делу последние две недели мечты сбываются я прямо как газпром помнишь это народное достояние у вас в россии есть единственное достояние это андрей полтава потому что газ вам не принадлежит в россии деньги с этого газа вот хотелось бы чтобы данное видео с упреками в адрес моего правительства упреками в адрес моих сожителю у сорт граждану я дарался граждан чтобы это видео облетела также моих знакомых и они бы немножко стрепенули и нашел обоглину думали бы над своей они зря смеются не они просто зря смеются это показывает уж они даже не понимают что они смеются себя я же еще разу это не не ты не ты 36 только тысяч долларов они каждый потеряли на заплатить заплатили за этот крым поскольку и когда они кричат крым наш они должны понимать что они за него заплатили будут платить еще очень долго а вы на пользу до стоит съездил а подожди этаж нет еще не успел съездить и ну надеюсь этим летом съездишь крым именно так и рассчитывая в отпуск просто попал в сентябре в октябре даже поэтому я не смог не удалось смутно так сентябре там самый как раз этот как называется бархатный сезон но это был конец сентября поэтому я занялся другими вопросами там по дому окошке ремонт подделал люди он пишут что я тебя закодировал вообще ты вообще не пьешь теперь да да не почему не не смущайся по идее том что тут я многие встречаю кто со мной пообщался особенно по пьяни все трезвые как стеклышко у всех жизнь кардинально поменялась причем лучшую сторону один там даже ролики начал снимать там они в бане с мужиками снимают роль но приличные ролики такие типа типа блогером таким сделался то есть как бы я считаю что это не так и плохо я надеюсь что это видео повлияет на остальных будем на но передаваем тогда привет я тогда выложу обязательно этот кусочек пусть посмотрит сейчас прямая трансляция до тебя смотрит 6000 человек может передать им привет может даже кто-то из твоих знакомых смазь я на украинцам всем привет мирного неба над головой и чтобы у всех было только хорошие никаких проблем здоровья не подводила ничего было только хорошие и быстрее нашим народом помириться вот на этой оптимистической ноте тогда и прощаемся давай удачи тебе счастливо пока да я думаю такой же знакомый блин такой знакомый это ж было тогда такое одно из первых видео рекомендую посмотреть его найти эпической про 36 тысяч долларов ребята кодирует алкоголизма прислоняйтесь своими лицами голубым экраном ставьте воду заряжаю чай и другие горячительные напитки приворот отворот все дело